Беседа 77 Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Иоанна 15, 11, 12 За всякое доброе дело тогда бывает награда, когда оно приходит к надлежащему концу. Если же оно прервется, не достигнув конца, то уже бывает кораблекрушение. И как корабль, везущий богатый груз, если не успеет войти в пристань, а потонет в средине моря, не получает никакой пользы от долгого плавания, а напротив, тем бывает несчастнее, чем больше понес трудов. Так точно и души, которые падают прежде конца трудов и ослабевают среди подвигов. Потому и Павел сказал, что слава, честь и мир будут уделом тех, которые текут по терпению добрых дел. Римлянам 2, 7 Это же и Христос внушает теперь ученикам. Он выразил им свою любовь, и они радовались о нем. Но так как наступавшие страдания и печальные речи должны были прекратить их радость, то он, достаточно побеседовавши с ними и утешивши их, говорит, «Это я сказал вам, да радость моя в вас будет, и радость ваша будет совершенна». То есть, чтобы вы не отпали от меня, чтобы не прекратили своего течения. Вы радовались о мне и много радовались, но вот вы подверглись печали. Итак, чтобы радость ваша достигла конца, я уничтожаю эту печаль, показываю вам, что о настоящих событиях нужно не печалиться, а радоваться. Я видел, что вы соблазнялись, но не пренебрег, не сказал, зачем вы теряете мужество, а говорил то, что могло принести вам утешение. Так хочу я всегда соблюдать вас в той же любви. Вы слышали о царстве и радовались. А я сказал вам это, чтобы исполнилась радость ваша. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Видишь ли, что любовь к Богу тесно связана с нашей и соединена с ней как бы некоторой цепью. Потому-то Христос иногда говорит о двух заповедях, а иногда об одной. Так как невозможно, получивши одну, не имейте другую. Иногда Он говорит в этом «закон и пророки» в Матфея 22.40. А иногда «как хотите, чтобы поступали с вами люди, так поступайте и вы». И в этом «закон и пророки» Матфея 7.12. Также «исполнение любви закона есть любовь» Римлян 13.10. Это же говорит и здесь. Если пребывание в Боге зависит от любви, а любовь от исполнения заповедей, а заповедь состоит в том, чтобы мы любили друг друга, то очевидно, пребывание в Боге зависит от нашей взаимной любви. И не просто говорит о любви, но указывает и образ любви. Как я возлюбил вас. Затем снова показывает, что он отходит не по ненависти, а по любви. И потому-то, говорит, вы особенно и должны были прославлять меня, так как за вас я полагаю душу мою. Впрочем, он нигде не говорит так. Но выше, изображая доброго пастыря, а здесь наставляя учеников и показывая, как величие любви, так и то, каков он. А почему он везде превозносит любовь? Потому что она есть признак учеников. Она утверждение добродетели. Потому-то и Павел так много говорит о ней, как истинный ученик Христов, узнавший ее по опыту. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Стих 14-15. Как же он говорит? Много имею сказать вам, но вы не можете вместить. 16-12. Словами все, и что слышали, он внушает не другое, что на именно то, что он не говорит ничего постороннего, но только слышанное от отца. А так как преимущественным знаком дружбы считается то, когда сообщаются тайны, то вы, говорит, удостойны и этого общения. Когда же говорит вся, то разумеет все, что им нужно было слышать. Потом выставляет и другой немалый знак дружбы. Какой же именно? Не вы, говорит, меня избрали, но я вас избрал. То есть я искал вашей дружбы. И на этом не остановился, но еще, говорит, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И плод ваш прибывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое. Он дал вам. Если же плод прибудет, то тем более и вы. И не только, говорит, возлюбил вас, но и осыпал вас величайшими благодеяниями, распростирая ветви ваши по всей вселенной. 513. Видишь ли, сколько он употребляет способов, чтобы выказать любовь. Он открыл тайны, он первый искал их дружбы, он даровал им великие блага, он за них подвергся страданиям. Здесь же показывает, что он и постоянно пребывает с ними. А они будут приносить плод. А чтобы приносить плод, для этого необходимо иметь его помощь. Дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. И 16. Но ведь исполнять прошение, дело того, кого просит. Как же исполняет сын, когда просит отца? Это чтобы ты знал, что сын не меньше отца. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Стих 17. То есть я говорю не в укор, что я душу мою полагаю, что я предварил вас дружбою, но для того, чтобы привести вас к дружеству. Потом, так как терпеть от большей части людей гонение и поношение, дело тяжелое и невыносимое, которое может повернуть в умыние и душу возвышенную, то Христос приступает к этому предмету уже после того, как наперед сказал весьма многое. Предварительно он смягчил их душу, а уже потом начинает говорить об этом и ясно показывает, что и это, равно как и все другое, как уже он показал, совершается для их пользы. Как прежде сказал, что не только не нужно скорбеть, а напротив нужно еще радоваться тому, что он отходит к отцу, так как он делает это не потому, что покидает их, а потому, что очень любит. Так и здесь показывает, что им должно радоваться, а не скорбеть. И смотри, как он располагает к этому. Не сказал, знаю, что это прискорбно, но потерпите для меня, так как вы и страдаете за меня. Такая причина была бы еще недостаточна для их утешения, и потому, оставив ее, он предлагает другую. Какую же именно? То, что это служит доказательством самой высокой добродетели, и что следует скорбеть не о том, что вас будут теперь ненавидеть, а напротив, тогда, когда бы вас стали любить. На это он намекает словами. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Значит, если бы вы были любимы, то это было бы явным знаком вашей порочности. Но так как, сказав это, он не успел еще утешить их, то опять продолжает речь. Но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам, рад не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Здесь показывает, что поэтому-то в особенности они будут его подражателями. В самом деле, пока Христос был во плоти, брань велась против него. А когда он переселился, тогда настала брань против них. И так как они, будучи малосисленными, тревожились тем, что должны будут сражаться против такого множества, то он ободряет их души, говоря, что потому-то особенно им и должно радоваться, что их будут ненавидеть. Через это, говорит, вы сделаетесь соучастниками внестраданиях. И так, вы не должны смущаться, вы не лучше меня, потому что, как я уже сказал, раб не больше господина своего. Затем следует и третье утешение. Именно то, что вместе с ними подвергается оскорблению и отец. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. И 21. То есть, оскорбляют и его. Далее, лишая врагов всякого извинения, а вместе предлагая и новое утешение, говорит, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Этим показывает, что все действия врагов и в отношении к нему, и в отношении к ним несправедливы. Зачем же ты привел нас к таким бедствиям? Уже ли не предвидел брани и ненависти? Поэтому он опять говорит, «Ненавидящий меня ненавидит и отца моего». Предразвещая здесь врагам немалое наказание, так как они свое оправдание ссылались на то, что гонят его ради отца, то этими словами он отнял у них такое оправдание. Они не имеют никакого извинения. Преподав учение на словах, я подтвердил его делами, согласно законам Моисеевым, который всем повелел повиноваться тому, кто будет подобным образом говорить и действовать, кто будет руководить к благочестию и совершать величайшие чудеса. И не просто сказал он чудеса, но если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Об этом и сами они свидетельствовали, когда говорили, никто никогда не делал так в Израиле, Моисеев 9.33, и от века не было слышно, чтобы кто отверг отчисли порожденному, 9.32, таково же и чудо над Лазарем, таковы же и все другие чудеса, равно как и образ чудодействия, все новое и необыкновенно, за что же могли сказать, и тебя, и нас преследуют, я не от мира, как и вы не от мира, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, Псих 19, напоминает им слова, которые некогда сказал и братьям своим, но тогда он говорил осторожнее, чтобы не устрашить их, а теперь, напротив, открыл все, из всего же видно, что нас ненавидят за это, из того, что было со мною, в каком, скажи мне, слове или деле, могли обвинить меня, и однако же они не приняли меня, а чтобы это не было для вас изумительно, он указал причину, именно злобу их, но и на этом не остановился, а приводит еще и пророка, показывая, что он издревле предвозвестил и сказал, и возненавидели меня напрасно, Псалом 48,5, так поступает и Павел, когда многие удивлялись, отчего не уверовали иудеи, он приводит пророков, которые издревле предсказали об этом, и сказали причину не верь, и злобу, и гордость, что же, если они не соблюли твоего слова, а потому не соблюдут и нашего, если они тебя преследовали, а потому будут преследовать и нас, если они видели такие знамения, каких никто другой не совершил, если слышали такие слова, каких никто не говорил и не получили никакой пользы, если они ненавидят твоего отца, а вместе с ним и тебя, то для чего же скажи ты нас вверг среду их, как возможно, чтобы мы были достойны веры, и кто из единоплеменников наших послушает нас, 515, чтобы, помышляя об этом, они не смущались, смотри, какое он предлагает утешение, когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца дух истины, который от отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною, стих 26-27, он будет достоин веры, потому что он дух истины, потому то и назвал его не духом святым, а духом истины, а слово, которое от отца исходит, показывает, что он знает все в точности, так и Христос и о самом себе говорил, зная откуда пришел и куда иду, рассуждая и здесь об истине, которого я пошлю, вот видишь не один только отец посылает, но и сын, и вы тоже будете достойны веры, так как вы были со мною, а не от других слышали, и апостолы действительно утверждались на этом, говоря, мы с ним ели и пили, Диане 10.41 А что это сказано не из лести, а о том свидетельстве Дух Святой, сие говорю вам, чтобы вы не соблазнились, 16.1 Диана, то есть когда увидите, что многие не веруют, и когда сами вы подвергнетесь бедствиям, от собраний своих изгонят вас, потому что уже постановили, что если кто исповедует Христа, что был отлучен от синагоги, 9.22 Но придет час, да всякий, кто будет убивать вас, будет думать, что тем служит Богу, 16.2 Будут домогать о вашей смерти, как бы дело благочестивого и Бога угодного, затем опять предлагает утешение, и все сие сделает, потому что не познали ни отца, ни меня, достаточно для вашего утешения, что вы будете терпеть это за меня и за отца. Их опять напоминает им о блаженстве, о котором говорил вначале. Блаженны вы, когда понесут вас, изгонят и скажут всякие злые слова на вас лжуще, меня ради, радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Матфея 5.11 Их Их сказал вам, что когда придет час, вспомнили это, а поэтому признаете верным и все прочее. Вам, конечно, уже нельзя будет сказать, что я льстя вам говорил, только приятное для вас, и что слова мои были обман. Кто имел бы в виду обмануть, тот не стал бы и предсказывать нам неприятного. Для чего я предсказал об этой бедствии? Чтобы они нечаянным нашествием не смутили вас, а с другой стороны, и для того, чтобы не говорили, будто я не предвидел, что они наступят. Итак, вспоминайте, что я сказал вам, и четвертый. И действительно, иудеи, преследуя их, всегда прикрывались коварным предлогом, будто гонят их, как людей вредных. Но это не смущало учеников. Они уже наперед слышали и знали, за что они страдают. И эта причина могла вполне ободрить их. Потому то Христос везде и выставляет ее, говоря, не познали меня, и сотворят, сделают за меня, за имя мое и за отца. И я первый пострадал, и отваживается на это несправедливо. 516. Будем же и мы помышлять об этом во время искушения, когда терпим что-либо от злых людей, то взирая на начальника нашего и совершителя веры, будем представлять себе, что терпим от злых людей, терпим за добродетель и за него. Если станем помышлять об этом, то все будет легко и сносно. В самом деле, если каждый даже хвалится тем, когда страдает за возлюбленных, то будет ли чувствовать какую-либо скорбь тот, кто претерпит что-нибудь за Бога? Если Христос ради нас назвал славой то, что всего поноснее, крест, то тем более так должно думать нам. Если же мы можем столько презирать страдания, то тем более богатство и любостяжание. Итак, когда нам предстоит потерпеть что-нибудь неприятное, мы должны помышлять не только о трудах, но и о венцах. Как купцы думают не только о морях, но и о прибыли, так и нам должно помышлять о небе и о дерзновении к Богу. Если приятно представится тебе любостяжательность, подумай, что на это не соизволяет Христос, и она точно же покажется тебе противною. Опять, если тебе тяжело будет подать нищему, то ты не останавливайся мыслью на издержке, а точно же представь себе жатву от этого сеяния. И когда тебе трудно будет воздержаться от страстного вожделения к чужой жене, то подумай о венце за подвиг, и легко совершишь подвиг. постыдный дел, то тем более любовь ко Христу. Сурова добродетель, но будем представлять ее обличенную в величие будущих обетований. Люди с душой возвышенную находят ее и без этого, саму по себе прекрасную, и потому стремятся к ней живут добродетельно, не из-за наград, а для угождения Богу, и высоко оценят целомудрие, не для того, чтобы избежать наказания, а потому что так же кто более немощен, тот пусть представляет себе и награды. Так будем поступать и по отношению к милостыне. Будем милосердны к единому племенникам и не станем презирать гибнущих от голода. Не крайняя ли в самом деле несообразность в том, что мы сами сидим за трапезою, в смехе и пресыщении, а между тем, проходя по улице и слыша, как другие плачут, не только не обращаем на их плач внимания, но еще негодуем на них и называем их обманщиками. Что ты говоришь, человек? Уже ли из одного хлеба станет кто-нибудь обманывать? Да, скажешь ты. В таком случае тем скорее нужно жалиться над ним, тем скорее нужно избавить его от нужды. Если же ты не хочешь подать, по крайней мере не оскорбляй. Если не хочешь спасти от потопления, по крайней мере не ввергай в пропасть. Подай, как ты будешь умолять, подумай, как ты будешь умолять Бога о помощи, когда отвергаешь пришествие к тебе нищего. В меру, которой мерите сказано, отмерится и вам. Матфея 7.2 Подумай, с каким сокрушением он отходит. Голова его склонилась долом, он плачет, при нищете он получил еще новую рану от презрительного с ним обращения. Если и просить милостыни вы считаете крайним несчастьем, то подумай, какую бурю испытывает тот, кто просит, но не получает, еще отходит поруганным. Да коли мы будем уподобляться диким зверям и забывать самую природу из любостяжания. Многие вздыхают при этом, но я хочу, чтобы вы не только теперь, а всегда имели такое сострадание. Подумай о том дне, когда мы пристанем на суд Христов, когда будем просить о помиловании себя, и Христос, поставив нищих перед лицом всех, скажет нам, что из-за одного хлеба и одного обла вы возбудили такую бурю в этих душах, что мы ответим, чем оправдаемся, а что он поставит их перед лицом всех, это ты можешь узнать из его слов, так как вы сотворили одному из меньших всех, что сделали мне, а не сделали одному из меньших всех, не сделали мне, но они уже будут обращаться к нам с речью, не они, а Бог будет обречать нас за них. когда богач увидел Лазаря, Лазар ничего не сказал ему, но говорил за него Авраам, так будет и с нищими, которых мы презираем, мы увидим их не в жалком виде, не с простертыми руками, но в состоянии покоя, а между тем сами явимся в их виде, и о, если бы мы явились только в их виде, они подверглись гораздо тягчайшему наказанию, ведь богач не от крупиц только желал там насытиться, а томился в пламени, жестоко мучился и слышал, что Лазарь восприял в жизни злое, а ты добрая, Лука 16, 26. Итак, не будем считать богатство чем-нибудь великим, оно приведет нас к мучению, если мы не будем внимательны, а если будем внимательны, то и бедность доставит нам и наслаждение, и покой, если будем переносить ее с благодарностью, то и от грехов освободимся, и приобретем великое дерзновение перед Богом. 518. Итак, не будем всегда искать покоя, чтобы там насладиться покоем, предпримем труды для добродетеля, отсечем излишнее, не станем искать ничего большего, но все, что имеем, будем расточать на нуждающихся, иначе какое мы будем иметь оправдание, когда Бог обещает нам небо, а мы не подаем ему и хлеба. Он выжигает для тебя солнце и предоставляет всю тварь в твое служение, а ты не даешь ему и одежды, не хочешь разделить с ним твоего крова. И что я говорю о солнце и тваре? Он предложил тебе тело и даровал честную кровь, а ты не даешь ему и чаши воды, но ты подал однажды. Да, это и не милость, если ты не подаешь, пока имеешь, ты и не все еще исполнил, ведь и девы, у которых были светильники, имели елей, но не в достаточном количестве, и в том случае, если бы ты подавал от своего, тебе не следовало бы скупиться, но ты подаешь принадлежащее Господу, зачем же скряжничаешь? Хотите ли я скажу причину такого бесчеловечия? Эти люди любостяжанем называют имение и от того скупы на милостыню. Кто привык так приобретать, тот не умеет издерживать. Как в самом деле тому, кто привык к хищничеству, расположить себя к противному? Пес как скоро привык питаться мятом, уже не может охранять стадо, почему пастухи убивают такого рода псов? Чтобы и с нами не случилось того же, будем воздерживать от такой пищи, ведь и те питаются плотью, которая бывает причиной голодной смерти. Не видишь ли, как Бог сделал все для нас общим? Если же допустил иным быть бедности, то и это для облегчения богатых, чтобы они, подавая бедным милостыню, могли освободиться от грехов, а ты в этом отношении стал жесток и бесчеловечен. Отсюда видно, что если бы и в большем ты имел такую же власть, то совершил бы множество убийств и отказал бы всем и во свете и в жизни. Чтобы этого не случилось, Бог в богатстве положил предел своей ненасытности. Если вам больно слышать это, то тем больнее мне видеть это на деле. Да коли ты богат, а тот беден. До вечера, не далее, жизнь так коротка и все же при дверях, так что на все нужно смотреть как на короткий час. К чему тебе наполнены кладовые, множество слуг и управителей? Для чего бы не иметь тебе тысячи проповедников милосердия? Кладовая не издает никакого голоса, а еще и привлекает в себе множество разбойников, а что сберегается для бедных, то взойдет к самому богу и усладит настоящую жизнь, и разрешит все грехи, и доставит славу у бога и честь у людей. Зачем же ты не желаешь самому себе столь благ? Ведь не столько бедным ты сделаешь добра сколько самому себе, когда будешь им благотворить. Для них ты улучшишь настоящее состояние, а самому себе приготовишь будущую славу и дерзновение, которого и до сподобенности всем им по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которого слава и держава вовеки. Аминь.